У меня сразу есть вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое блокчейн? Окей, спасибо. И кто знает, что такое искусственный интеллект? Супер. И третий вопрос, кто знает, кто такая Ольга Бузова? Ольга Бузова. Все знают? Мне кажется, некоторые делают вид, что не знают, но я уверен, что большинство знает, кто такая Ольга Бузова. И этих людей больше, чем тех, кто знает, что такое блокчейн или искусственный интеллект. Это немного грустно, потому что Ольга Бузова вряд ли изменит нашу с вами жизнь к лучшему, а блокчейн и искусственный интеллект уже это делают. И совсем в недалеком будущем эти технологии будут интегрированы во множество сфер нашей с вами жизни и будут направлены на решение множества разных задач. От решения каких-то бытовых вопросов до решения глобальных финансово-экономических задач. Я постараюсь простым языком на пальцах объяснить вам, что эти технологии из себя представляют. Вообще блокчейн — это частный случай применения технологий DLT. Это особенная технология распределенного хранения данных. У них есть три основных принципа, три основных признака, самых важных, по которым мы можем отличить эту технологию от других. Первое — это отсутствие единого или какого-то общего основного главного администратора, у которого хранится вся информация. При этом вся информация хранится не только у одного человека, она хранится на множестве устройств, узлов, нот, участников и так далее. Второе. Собственно, я сказал второе. То, что эта технология хранится на множестве. Вся система поддерживается множеством участников. И третий важный принцип в том, что для того, чтобы подтвердить те или иные данные, нам нужно подтвердить их у всего множества участников. То есть каждый член вот этой системы, он должен их подтвердить. Ну давайте на простом примере тогда. Представьте, что весь наш зал — это большой корабль. И мы с вами, пираты, мы долго плавали, ходили по морям, грабили людей, страны, разоряли и накопили какое-то свое хорошее такое сокровище. И что делают обычно пираты с этим сокровищем? Они хотят его закопать. Они закопали. И что дальше? Ну, нам, соответственно, нужна карта. Карта, чтобы мы смогли потом найти то место, где мы закопали это сокровище. И вот чтобы никто из нас не смог найти это сокровище в одиночку и забрать его себе, мы берем эту карту и делим ее на одинаковое количество кусочков, частей и раздаем ее всем участникам. Получается, что у каждого участника есть только маленький кусочек карты. И только когда мы соберемся все вместе, мы можем взять общую карту и пойти за своим сокровищем. Вот это, наверное, такой классический пример блокчейна 12 века или 15. Сегодня блокчейн используется в множестве сфер. Не только в криптовалютном мире. Про него мы вообще, наверное, сегодня не будем говорить. Возьмем, для примера, сельское хозяйство. Сельское хозяйство и розничную торговлю. Когда мы идем с вами в магазин за каким-то фруктом, овощами, мы видим ценник, и это, по сути, вся информация, которая нам доступна. Мы не знаем о том, где был выращен этот овощ или фрукт, кто за ним ухаживал, как ухаживал, сколько он путешествовал, сколько он шел до прилавка, сколько он хранился на складе, сколько он хранится вообще на прилавке. Блокчейн делает эту информацию доступной и достоверной. И это очень важно для такой информации, потому что это наша еда. Ну и есть множество других сфер и множество других примеров. Вообще, когда мы говорим о будущем и о технологиях, которые меняют наш мир к лучшему, даже чаще, чем блокчейн, на ум приходит мысль про искусственный разум, искусственный интеллект. И мы наверняка все с вами смотрели фильмы «Железный человек», «Терминатор», где есть злобный Скайнет или добрый Джарвис, который зачастую лучше, умнее, быстрее человека. И здесь важно разграничить два этих понятия. Искусственный разум, который показывают в фильмах, это не искусственный интеллект, который есть сейчас. Искусственного разума еще нет, а искусственный интеллект есть. И вообще, что такое искусственный интеллект? Это свойство программ выполнять те функции, которые обычно считаются прерогативой человека. Например, игра в шахматы, распознавание изображений или какого-то текста, да даже принятие управленческих решений. Множество примеров, которые сейчас есть в нашей жизни, и, наверное, есть у каждого из нас. Это голосовые помощники Siri, Cortana от Microsoft или Alisa от Яндекса. Это беспилотное такси Uber. Множество других примеров. Я подготовил два примера именно российских проектов, которые сейчас есть на рынке, которые успешны, и расскажу пару слов о них. Ну, во-первых, наверняка вы тоже слышали об этом проекте, потому что очень много информации было о нем, и скандальные. Нет, это FindFace. Сервис, который помогает найти человека в интернете по его изображению, фотографии. И есть множество аналогов таких же проектов за рубежом. Есть китайская компания SenseTime. Она, например, вплотную работает с правоохранительными органами и помогает властям Китая искать преступников. То есть система обрабатывает огромное количество данных и помогает искать правонарушителей. Есть даже рекорд. По-моему, 14 секунд понадобилось этой системе, чтобы найти преступника по-видимому. Другой пример, который, может быть, не такой глобальный, но тоже очень интересный, это проект RobotVera. Это проект из сферы рекрутинга, подбора персонала, когда искусственный интеллект по заданным параметрам ищет кандидатов на работных сайтах, анализирует требования, которые идут от компании. RobotVera.com, по-моему, у них даже сайт есть. Далее этот искусственный интеллект общается с кандидатами, проводит их оценку, собеседование и даже, что самое интересное, записывает, считывает их эмоции, которые у них есть во время собеседования и делает аналитику этих данных. Это очень интересно и очень прикольно. И множество еще других проектов, которые есть и в этой сфере, и в других, где используется искусственный интеллект. Вообще все это говорит о том, что эти технологии все больше и больше входят в нашу жизнь, и в скором времени мы уже примем эти технологии как данность, и будем спокойно пользоваться этими благами науки, даже, наверное, их и не замечая. Чтобы подчеркнуть, наверное, еще важность этих технологий, я могу привести такой пример. Мы можем с вами взять срез данных по зарплатам специалистов в IT-сфере и по вакансиям, которые есть. Если мы посмотрим на этот срез, мы увидим, что потребность очень высокая, и заработные платы специалистов в сфере блокчейна и искусственного интеллекта могут составлять 150-300 тысяч рублей в месяц и больше. Но для того, чтобы быть востребованным на рынке, нужно постоянно развиваться, прокачивать свои скиллы и получать новые знания. Собственно, к чему я вас и призываю. Спасибо. Альберт, у тебя очень краткое выступление, у нас еще есть время. Есть ли какие-то вопросы? Потому что у меня первый вопрос был как раз по поводу… Так, сейчас к вам подойду. В нашем регионе как именно? Ты привел два примера российских проектов все-таки в области бизнеса. Именно в Татарстане есть ли какие-то уникальные приемы? Да, есть. Первое, что мне приходит на ум, это проект, он был в IT-парке, наверняка сейчас есть. Как раз ребята использовали блокчейн для сельского хозяйства, на молочных фермах, там, где они отслеживают цепочку производства молока и мясной продукции. Мы мясо не едим, поэтому нам это не так актуально. Но для большинства людей это, да, конечно. Это вот такой пример множества других применений, и чаще они бывают именно в коммерческих проектах, где мне не хочется об этом рассказывать, потому что единственной пользой это будет именно привлечение денег. Но там это тоже, работа там тоже помогает. А именно о таких проектах, где они дают пользу людям, ну вот я бы такой проект назвал бы. Спасибо. На фоне Далай-Ламы ты классно сказал, что мы мясо не едим. Хорошо, есть вопрос в аудитории? Первый. Галямов Эрик, спасибо, Альберт, за выступление. Вопрос такой. Вот сама блокчейн-технология, да, вы сказали, что о криптовалютах не будете говорить, да? Но сама блокчейн-технология, она дает возможность криптовалюты, то есть не только привязка именно к биткоину, да, она позволяет привлекать инвестиции. Я вот сам писал две финансовые модели для известных компаний, которые как бы привлекли инвестиции. То есть первое, это почему как бы развиваются только такие вот технологии, связанные с привлечением инвестиций больше. Я сам тему блокчейна изучал, и это прежде всего технология. А вот в технологичном плане она не распространена. Хотя вот, например, Татарстан всегда, как говорится, был в лидерах как бы развития IT-индустрии. Вот, например, в Беларуси принимаются законы о блокчейне, то есть именно работа идет, даже нотариальное заверение можно блокчейном делать, то есть государственное управление именно на технологии самой делать. Вот такой вопрос. Почему как бы коммерческие проекты выходят вперед, а вот такие проекты, скажем, которые имеют более долгий срок окупаемости, почему они как бы не идут у нас? Спасибо за вопрос. Я сейчас отвечу. Я хотел еще сказать такую важную вещь. Будет круто, когда блокчейн будет использоваться именно на выборах в любых видах голосований. Это и какие-то корпоративные голосования, и также даже государственные. Сейчас этого пока нету. Есть только частные примеры, по-моему, вообще электронных выборов. Например, в Эстонии, по-моему, они это вводят. И это... Да? Круто. Вот правда круто. Чуть озвучу, не всем слышен был комментарий. Говорят, в странах Африки некоторых используют, да, на выборах? Да. В одной. Где-то далеко. Наверное, в ЮАР. Наверное. По поводу того, почему именно так. Я думаю, вопрос на поверхности, ответ на поверхности в том, что финансовый сектор и ВПК всегда являются двигателями прогресса. Ну, наверное, так. То есть, благодаря каким-то войнам мы получаем реактивные двигатели, благодаря какому-то финансовому сектору мы получаем какие-то еще инструменты. А по поводу блокчейн, ну да, наверное, благодаря блокчейну криптовалюты вообще и стали... Ну, они получили именно свою уникальную полезность. Чем они отличаются от обычных денег? Вот. Я ответил на вопрос или нет? Еще один вопрос вот есть. Ну, наверное, не до конца, а даже три вопроса. Что вы думаете о таком понятии, как смарт-контракты на основе блокчейна? И в ближайшем будущем возможна реализация таких проектов или нет? Ну, смарт-контракты же уже есть. И они есть не только на Этериуме. Ну, смарт-контракт сам по себе – это программа, которая, в принципе, ограничивает, задает какие-то определенные условия и рамки того, что будет происходить дальше. Это очень круто, это очень классно. Смарт-контракт. Я думаю, что за ними большое будущее. И мы сейчас просто на таком пороге, когда вот-вот только прошел немножко хайп или только проходит по поводу криптовалют. Смарт-контракт, по сути, это программа. По сути, это просто программа на блокчейне, которая задает определенные условия, что если происходит что-то одно, то потом произойдет что-то другое. Но обычный договор зашит именно. Поэтому он называется контракт. Мы недавно тоже сделали свой смарт-контракт, но, наверное, о нем не буду говорить. Но вопрос был в том, что я думаю об этой технологии, насколько она перспективная. Да, она очень перспективная. Альберт, самый загадочный спикер. Мы, говорит, недавно. Но я об этом рассказывать не буду, раз затравился. Да, у нас будет один релиз. Хорошо. Есть еще один вопрос. Перепеченова Ксения, Татаринформ. Госдума недавно в третьем чтении приняла закон о суверенном рунете. Хотели бы узнать ваше мнение, как это отразится на бизнесе в сфере IT, ну и в целом на жизни обычных граждан. Спасибо. Спасибо. Лично мое мнение. Не так, наверное, страшен черт, как его молюют. Я думаю, что на большинстве людей это не отразится никак. Но какие-то изменения точно будут. Но поживем, увидим. Честно, не знаю. Законы, как принимаются, они также отменяются. И я уверен, что этот закон, он для власти или депутатов, которые принимают, тоже в какой-то момент станет просто неудобным. И я не думаю, что у него будет какое-то будущее. Ну, а других политических оценок я просто, извините, не буду давать. Боится, мы же говорили, у него жена, здесь ребенок, ему еще жить в этой стране. Ну, пока, пока, да. Есть еще какие-то вопросы, потому что у меня есть к тебе, Альберт, вопрос. Ты сказал про голосование. Я два дня назад здесь был, да, на Марксфест модератором так получилось. И там сделали такую прикольную фишку, которую я вот в КГУ еще не видел. Там всех спросили студентов, кто хотел бы остаться в Казани, а кто хотел бы уехать после завершения образования в другие города или там за рубеж. И они все вышли на сайт, проголосовали тайно, да, то есть без вот этого, там, поднимите руку, ага, ты хочешь уехать, там. Скажи, пожалуйста, вот какие близкие технологии мы можем принимать, там, с помощью блокчейна, вот каждый раз, каждый день, там, как заказ такси по приложению, например. Авторизация. Авторизация в интернете, на любых сайтах и даже подтверждение личности на пограничном контроле. Все это, ну, может позволять блокчейн. Другой такой пример. Это потому что государственные проекты, а вот если про бизнес, да, ну, вот кафешка может здесь у кого-то маленькая есть, как вот этому человеку блокчейн применить? Я пока не очень представляю, зачем именно в кафе должен быть какой-то блокчейн, ну, честно. Хотя есть множество проектов. Клиентскую базу, ну, да, можно ее хранить на блокчейне, но, не знаю. То есть, соответственно, мы сегментируем блокчейн, это интересно для какого бизнеса? Блокчейн. Ну, да, безусловно, IT, но это тоже очень широкое понятие. Блокчейн интересен там, где есть большие объемы данных, большие массивы данных. Большое количество взаимодействий сторон. Да, да, все верно. Большое взаимодействие сторон. Например, ну, это, возможно, биржа даже, да, какая-то торговля. Да, да. То есть большое количество транзакций, большое количество участников, а накладывать эти два признака можно на большое количество сфер. Мне первая на ум пришла биржа, да, или какие-то, возможно, торговые площадки, интернет-магазины, не знаю, маркетплейсы, вот, что угодно. Банковская сфера, поэтому здесь первое, что приходит на ум. Окей. Есть ли еще вопросы с вашим аудиторием? Здравствуйте, меня зовут Алексей Шуваров, я из компании интегратора Казанской. Здравствуйте. Два момента. Скажу еще об одном проекте на блокчейне, который мы сейчас разрабатываем и реализуем. По факту никто не упомянул, что блокчейн отличается еще тем, что нельзя исправить данные задним числом. Там всегда последовательная запись историй, событий. И это становится очень ценной архивной системой. И мы делаем систему для крупной компании, где будут прописаны кадровые истории, то есть трудовая история человека с обучением, с квалификацией, с компетенциями и так далее. Это очень круто. Но вопрос к вам. Я в правовой зоне как бы не имею отношения как разработчик, но я понимаю, вы более компетентны в этом. С точки зрения права у нас смарт-контракт сейчас юридически имеет право на существование и подтверждение, или как криптовалюта не имеет права? Такой вопрос. Ну, хороший вопрос. Но в юридическом плане я тоже не специалист. Насколько я знаю, нет. Нет никакого регулятора в России пока, который именно управляет этой сферой. Смарт-контрактов или еще чего-то. Пока это просто программа, которая есть в каком-то проекте или какой-то экосистеме. И, соответственно, только там. Вообще, по поводу того, что вы сказали, чтобы блокчейн использовался для подтверждения, записи, всего трудового стажа, обучения человека. Это очень круто, потому что я закончил финансовый институт больше 10 лет назад. И я помню, я не знаю, как сейчас, но тогда бывало такое, что какие-то дипломы можно купить в переходе, подделать их. Наверное, блокчейн в этом плане, он бы мог решить эту проблему на корню. Не знаю, насколько сейчас актуальна эта проблема с дипломами. Наверное, уже нет. Но тем не менее. Будет очень интересно узнать о вашем проекте. Мне кажется, мы с вами уже знакомы и виделись когда-то. Да, с любыми справками. Все верно. Любое хранение данных. Спасибо большое. Я думаю, обсуждение попозже будет. Давайте еще раз поаплодируем нашему первому спикеру. Альберт, спасибо огромное. Айберт Гайфуллин нам рассказал. Так вкратце, наверное, точки опоры. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok